Добрый день, дорогие друзья, дорогие мои подписчики. Посмотрите, какое у меня передо мной сокровище. Сокровище? Да, потому что мы вчера были в магазине, купили вот эту кинзу. Дело в том, что в нашем супермаркете, вот сейчас я вам покажу, вот кинзы, вот. Угу, три веточки. Ну вот, несколько буквально вот так веточек, красиво упакованные, запакованные, вот так, да? Вот такое количество. И это стоит три тысячи. Два с половиной доллара. И вот мы когда, значит, несколько раз нам нужна была эта зеленая кинза, мы шли, покупали, и вот за три тысячи сердце кровью обливается. Потом я стала говорить, давайте поедем, большой вот этот хоум-март у нас есть. Там продают вот такими пучками эту кинзу. И правда, нам повезло. Вчера вот была эта кинза. Я ее все помыла. Она такая прям сочная, жирная. Вообще не было ни одной испорченной ветви, не было ни одной. Просто я ее помыла, чтобы там, может быть, глина, песок. И дала стечь в большом ситечке. А теперь вот постелила марлечку на вот эту решетку. Для чего это я делаю? Когда вот это все подсохнет, я несколько раз буду ее переворачивать, все подсохнет, я тогда нарежу и заморожу. Потому что я раньше тоже замораживала. Но когда мокрую замораживаешь, она потом в замерзшем виде вот такая прямо этим слоем. И потом начинаешь ее отдраивать вот так вот. Отдирать. Да, такая, знаете, вид непрезентабельный. Такой прямо темный. А я вот сейчас высушу, и тогда у меня будет вид очень хороший. Думаешь, она высохнет? Теперь обязательно высохнет. Я добьюсь, чтобы она высохла. Я ее переверну. А, вообще-то здесь тоже слое. Я ее переверну. Вот у меня же снизу вот же это продувает. И вот кинзы этой, господи, в Казахстане было. Бери, не хочу. Целая грядка. Мы ее это угощали всех. Вот, посмотрите, видите, еще она мокрая. Но я время от времени буду подходить и буду это... Ну, хорошо, они молодцы. Тот, кто вырастил и тот, кто срезал, упаковал. Целые лопухи. Не грязная была. Водичка чистенькая шла. Это первое. И второе. Не было вообще никаких сорняков. И не было этой кинзы такой, листочков подгнивших не было. Просто нам замечательная кинза досталась. Вот. А тем временем у нас обед варится. Марина, привет. И не только Марина. Из Израиля. Так, а здесь у меня варится... Что там варится? Вот, курица. Вот, посмотрите. Эта курица, она уже разделенная на частички. Упакованная тоже красиво продается вся курица. На мелкие-мелкие частички. И вот мы сейчас... Она быстро очень варится. Мы сейчас ее сварим. Вот. Ну, для того, чтобы все-таки курица была более ароматная. Видите, у нас луковица там целая плавает. И зубчики чеснока. Ну, а потом мы, конечно, посолим. Только 5-6, да, зубчиков? Да. Посолим обязательно. Потом, значит, по желанию кто-то соевый соус добавит. А вот тут у нас варится паби, рис. Осталось 15 минут. А программа задана на 30 минут. И вот сейчас 15, потом 14. Ну, и когда уже подойдет к финишу, тогда эта павиварка, наша кашеварка, она сильно начинает шуметь, парвыпускать. Я хочу сказать, кто-то мне в Инстаграм написал в личные сообщения... Ой, я прочитала, но некогда мне ответить. И я не знаю, как ответить, потому что по-корейски писать, я не знаю, вы поймете, нет. А женщина спрашивала, купили вот такую же кашеварку? И на каком режиме? Ну, они, наверное, уже давно было письмо, наверное, уже сами узнали. Вот здесь есть кнопка сидяк. Это начать, начало. Вот на нее мы нажимаем, и все. На 30 минут. Сначала на вот эту? Нет, я прям сразу вот сюда, на сидяк. Если вы хотите ускоренный режим, тогда два раза сюда нажимаете. И тогда получается... Один раз 30 минут, два раза, по-моему, 20 минут. Нет, 16. 16? Ну, в общем, меньше, чем 30. Ну, мы никогда, мы всегда на 30 варим, чтобы хорошо. Нет, я иногда, когда тороплюсь, тоже быстро, когда надо сварить. Вот у нас вот такой будет... Скажет, очнулась. ...незатейливый обед. Когда она спрашивала и когда я ответила. Ой, у меня, друзья, столько сообщений. Дело в том, что мы же не только на Ютьюбе, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну, в Инстаграме там не очень много у нас, но все равно, кто пишет, это надо прочесть. Ютьюб, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Мессенджери пишут. Ну, в общем, короче, я не успеваю. Поэтому, если я не отвечаю сразу, да. Не обижайтесь. Не обижайтесь. В ТикТоке там вообще невозможно, сколько сообщений. Если вы положите луковицу и чеснок в куриный бульон, пропадает, знаете, вот этот, такой есть неприятный куриный запах. Специфический, да. У корейцев есть такое слово, которое обозначает этот запах. Вот, не знаю, в других языках есть или нет. Поэтому вот добавляем луковицу, потом это достанем. Чеснок можно будет растолочь, а луковицу просто достать и выкидываем. Надеюсь, больше нам ситечка это не понадобится, поэтому я мою, потому что вот забилось жиром, пеной. Ну, чуть-чуть мелкая, да. Да, вот я на щеточку выдавила вот этого средства и вот так вот мою. Надо будет, наверное, чуть-чуть покрупнее сетку подобрать. Вот, видите, как хорошо мыть вот этой щеточкой. Ой, надо пореже. Да, да, чтобы это... Она один раз зачерпнешь пену, жир забивается и еще не пропускает больше. Мы с Рошей вышли на прогулку. Сегодня у нас пятница, конец рабочей недели. Роша школу закончил и привезли его ко мне. Скучно ему тоже дома. Пойдем, говорит, на улицу погуляем. Что-то вышли на площадке, там двое-трое детей вот играют там вдалеке, он, видите. Я вот наблюдаю за ними. Никогда я не видела, чтобы, знаете, дети здесь ругались, орали. Что-то там плакали сильно. И они друг к другу тоже так на расстоянии. Если они не знают, то не пристают. Роша вышел, он здесь никого не знает. Как одиночка псих. Сам играет. Никто к нему не подходит. Не знаю, хорошо это или плохо. Сам крутится. Вот наш 106 дом. Вот он. Это 105, наверное. А, нет, это тоже 106, только другое крыло. Вот между домами, вот это у нас, да, 108. И вот между домами, жилыми, обязательно в следующем пролете вот такие детские площадки. Дальше вот еще идет ряд домов. И там тоже еще одна детская площадка. Сейчас я вам покажу. Уже мы как-то показывали. Вот видите, здесь такое мягкое покрытие, чтобы дети не поранились, если вдруг упадут. Обязательно вот такая крытая беседка. Родители, чтобы могли здесь посидеть. Пока дети гуляют. Ну, маленькие. Кто с родителями. А вот это что? Как-то отгорожено. Странно. Ой, крутится как ненормально сам. Ой, погода такая хорошая. Сейчас у нас 4 часа. Уже день короткий стал. Видите, уже солнце заходит. Вот подземный, въезд на подземную стоянку. Вот он. И сразу за ним вот окна нашей квартиры. Получается. Прямо рядом мы. Немножко нехорошо, потому что постоянно вот эти звуки машины. Ну, если окно открыто. И выхлопные газы не очень хорошо. Здесь рядом вот электрическая стоянка. С зарядными устройствами электрическими. Раньше не было. Они четко сразу переоборудуют. Вот буквально год как появилось. Потому что больше стало, видимо, электрических машин. Сразу сделали. Уже лист два. Что они ее не убирают. Я дам, вот так же раз. Арон, смешно? Я всегда смотрю, удивляюсь, вот посмотрите как четко сделано, все-все-все буквально, даже вот эти, казалось бы, обыкновенные лавочки, придраться не к чему, посмотрите-ка, вот эти стойки. О, малышня, он повыскакивал. Оказывается, вот в этом доме, видите, тоже цветными буквами написано название детского сада, у нас по соседству квартира, это детский сад частный, и вот здесь, в этом доме тоже, здесь-то так практикуется. В крупных жилых комплексах, какие-то квартиры выкупают они, видимо, или в аренду берут, и организовывают вот такие детские сады. Там человек семь, десять, на пять воспитателей АРОНа. И очень удобно тем, кто живет, вот жильцы, они быстренько отводят с соседних домов детей и на работу. И вечером тоже приезжают в свой комплекс, детей забирают, они уже дома, получается, все вот возвращаются с работы. Я не знаю, как они организуют, наверное, нужен какой-то сертификат или что-то они, образование, конечно, должно быть, чтобы открыть такой детский сад. Там скучно ему, пришли сюда, где вот такие вот... О, АРОНа, чё с ними? Чё с ними? Сейчас Роша покажет. О, молодец! АРОНа, чё-нибудь, чё не... АРОНа, чё-нибудь, чё-нибудь... Ой, как хорошо здесь, такой тенечек, видите? А, Баба, он дон мутэ... А здесь вот покрасили, в общем, они не дремлют, все что-то подделывают, все что-то подкрашивают, какие молодцы. А здесь уже взрослые школьники катаются. Вот такая вот площадочка, здесь вот эти спортивные снаряды. Ну что-то, кроме мамы и папы, здесь, по-моему, никто не занимается. Или мы едем? Вот у нас октябрь месяц, середина октября, посмотрите, какая зелень. Листва, конечно, здесь. Никого нет. Вообще, пятница вечер, сейчас многие все с работы родители приходят и уезжают куда-то на отдых. Сразу, до воскресенья. Все покрасили вам, везде эта лента обклеена. Обязательно нужно разуться и сюда заходить без обуви. Я разулась, а что-то тут грязно. Вот для жителей, видите, как сделана беседка в таком традиционно корейском стиле. Ой, как хорошо здесь, друзья. Можно прямо на пол лечь, немножко чище было бы отдыхать. Можно водичку попить, руки помыть. Утроше, молодец. И уж и умылся. Эй. Прохладнее как стало. Умылся. Пойдем. Ой, затащил меня в магазин все равно. Что-нибудь лишь бы купить. Что ты хочешь? А? Опса? Ага. Вот такую ерунду купили мы. Рошина выбирал. Рамен он как любит у нас. Вот это, друзья, рамен называется Юкидянг. Здесь как бы мясо говядины, грибы, овощи. Остренькие. А вот этот рамен здесь просто лапша. На таком белом бульоне. Вообще перца нет. Хоть и нарисован, но когда завариваешь, получается такой белый-белый бульон и лапша. Вкусный вот этот очень. И вот эту вот ерунду купил. Что это такое вообще? Мама. А. Мама, Казахстане рамен нету? Он спрашивает. В Казахстане рамен нету? Говорит. Есть. Какой он? Да? Мама. Я тоже не знаю. Какого. По Евгению? Да, Санкт-Петербург. Какого? Говорит, российском с Кареном есть. Я говорю, есть. В Казахстане есть рамен. Но, по сравнению с Южной Кореей дороже. Он говорит. Да. Рамен более? Да. Говорит. Наша страна, говорит, лучше. Националист маленький. Раменок Семен Мусара? Алена? Я говорю, рамена не будет, жить не сможешь. Ой, какая благодать на улице. Посмотрите, все у нас светет. А, цветочки. И деревья уже становятся такие, желто, красно. Бордово, зеленый. Иго, па. Кот говорит, не хочу я уже пить. Говорила, не покупай. А, на улице. А, на улице. На улице, на улице 가자. Ага.